Визелотон. Сповельняю я помутнение крышталка при катаракте. Есть в нем чувство незавершенности, неудовлетворенности результата и никуда это чувство не девает. Как мне кажется, это чувство реально сводит его с ума. Он просто выбитым себя из колеи чувствует. Картина мира его пошатнулась. Вот та картина мира, в которой он всегда был прав, когда он всегда вел, он не безгрешен, не ошибающийся человек. И теперь он вроде, как я думаю, начинает понимать, как сильно, насколько он ошибся, насколько глубока вот эта пропасть, в которую он шагнул. И в то же время чувствует какую-то благодарность судьбе, видимо, за то, что только чудо, неспособность Пригожина или как-то трусость Пригожина уберегла его реально от, я имею в виду Путина, уберегла от потери власти. Ощущение того, что он, во-первых, ошибся, во-вторых, то, что его спасло, спасла трусость Пригожина, оно, конечно, его убивает, не дает ему спокойно жить. Ну и пережить ему это все будет тяжело. Я думаю, он сейчас, не знаю, депрессия не депрессия, но какой-то кризис у него, скорее всего, эмоциональный будет. И как можно компенсировать свой вот этот позор, над которым, вот еще раз я вас призываю, ну, во-первых, ладно, я вчера, позавчера смотрел очень много американских, британских, там, телеканалов, газет и так далее. Все говорят, что Путин просто, ну, обделался, да, что он превратился в пародию на самого себя, что его власть, она оказалась сделанной из говна и палок. Что это не броня, что это не танк, мчащийся на врага, а что это какая-то тележка, которая катится под откос и вот-вот развалится. И все смеются, в общем, над Путином, говорят, боже, да ты же жалкий, да ты же ничтожный. И уже вызывает страх не решимость Путина применить ядерное оружие, а уже вызывает на Западе страх то, что все развалится, что Путин не способен контролировать ситуацию, что при нем все развалится, что ядерное оружие попадет в чьи-то там плохие руки не в результате свержения Путина, а при самом Путине, что он даже не сможет этому воспрепятствовать, что он просто слабый, ничтожный, никудышный лидер, что он просто вот такой пустота какая-то, да, которая там что-то квакает перед телекамерами и ничего сделать большее, кроме этого не может. И в этих, ну это вот то, что говорят западные, а сторонники Путина, сторонники войны, ненавистники Украины, они все страшно возмущены, они говорят, Путин слаб, Путин не может сформулировать вообще даже, что он хочет, чего он добился, что произошло и как он собирается выруливать из нынешнего кризиса. Все говорят, сделать вид, что ничего не было, не получится. Мужик, у тебя 20 летчиков погибли, у тебя куча самолетов и вертолетов сбиты, против тебя был поднят мятеж, ты обязан просто мятежников покарать, ты не можешь это спустить на тормозах, так не бывает. Но Путин, очевидно, мечтает именно о том, чтобы все быстренько обо всем забыли, и что типа сделали вид, что никакого мятежа не было вообще. Но там, знаете, даже в ватных каналах говорят, давайте не будем даже вспоминать про погибших летчиков, сбитых вагнеровцами, потому что тем самым мы расшатываем стабильность. Это тоже интересный такой тейк. Ну, пожалуйста, не вспоминайте, хотя я думаю, все равно все вспоминают, и забыть об этом будет невозможно. Для Путина сейчас интересный момент наступает. Вот эту неуверенность в себе, неуверенность в своей правоте ему надо будет как-то компенсировать. И репрессивный аппарат, который показал свою полную неспособность остановить мятеж, он тоже попытается сейчас как бы оправдаться за свою бездеятельность, за свою импотенцию. И репрессивный аппарат сейчас будет, я думаю, пытаться наращивать репрессии против людей в России. Причем против кого? Тут же, знаете, интересный момент. Всех оппозиционеров либо перестреляли, либо пересажали, либо выгнали из России. Вот оппозиционеров в России в общем больше нет. Остались либо мнимые в основном украинские агенты, которых каждый день пачками ловят ФСБ из числа граждан России. Ну обычно это какие-то просто какие-то вообще левые люди. Либо остаются лоялисты, то есть те, кто в общем за Путина, за войну, за вот это все, но в свое время очень громко поддерживал Пригожина или словословил Пригожина, говорил, что вагнеровцы молодцы, писал стихи, пел песни и так далее. Таких людей в Российской Федерации дофига. То есть те, кто говорили, вагнеровцы молодцы, кувалда, давай-давай, сильнее-сильнее, бей мочи, уничтожай. Очень много таких людей и прямо внутри властной элиты. Когда это было модно, они все, значит, там чуть ли не вагнеры, господи, да сын Дмитрия Пескова, я не помню, как его зовут, он сам служил прям в вагнере, ну по крайней мере по официальной версии. То есть тут уже, знаете, и Песков под подозрением, да, потому что дядя, скажи-ка, а что это за отношения у тебя такие с Пригожиным, что твой сын у него служил? Вот под началом Пригожина, а? Может за сыном твоим прийти? Или может сразу за тобой прийти? И потом на Лубяночку не хочешь ездить, с тобой побеседуют. В общем, тут, знаете, могут начаться очень серьезные репрессии уже внутри российского правящего режима. Потому что надо будет куда-то вот эту фрустрацию путинского, недовольтворенность итогом этого мятежа куда-то вымещать, куда-то выплескивать ее. Я сейчас предполагаю, что очень скоро мы, во-первых, узнаем так или иначе какие-то условия договоренности между Путиным и Пригожиным. То есть либо отставка Шойгу будет, либо Герасимова отставка, либо то и другое. И потом мы наверняка начнем наблюдать разворачивание, раскручивание маховика репрессий уже внутри путинского режима. Тут еще, знаете, интересно, уволят ли Шойгу и Герасимова? Потому что если у Путина придется их увольнять, как бы во исполнение возможных, я подчеркиваю, я точно не знаю, условия сделки с Пригожиным, то это будет означать увольнение начальника генштаба и главы министерства обороны, что война пошла совсем не так, как планировал Путин. Что она сильно не... Это еще один будет удар по его уверенности в себе, по уверенности в своей собственной безгрешности. Он не может их уволить, потому что это будет признание. Да, нынешняя специальная военная операция, как они заявляют, зашла в тупик, из которого нет выхода. Эти двое, которые планировали, организовывали, они обделались, они потеряли, то есть они потерпели поражение. Надо их на кого-то менять. А это будет означать, что Путин, доверив им эту самую важную задачу в его путинской жизни, он тоже все потерял, он проиграл. Он показал свою неспособность принимать правильные решения. Поэтому Путин, конечно, их увольнять не хочет. Я думаю, что он будет цепляться за них до самого конца. Однако не увольнять их тоже нельзя, потому что в этом случае восстанут против него уже даже те, кто его поддерживает. Я имею в виду, Путина поддерживает. Потому что если, опять же, почитать телеграм-каналы ватниковские, они пишут, блин, мы, конечно, против Пригожина, мы его не любим, всякое такое, но Шойгу и Герасимов должны уйти. То есть сейчас, уволив Шойгу и Герасимову, Путин сможет купить себе какое-то время, пока на какое-то время, лояльность у тех коренных жестких убер-гипер-патриотов, турбо-патриотов, как называют, то есть затников-ватников. Иначе они утратят свою лояльность Путину. Путин и так сейчас в их глазах выглядит очень слабым. То есть он не подавил мятеж, он его не уничтожил. Я не очень понимаю, как так вышло, что это за фигня такая, что получилось. Поэтому они от него требуют гораздо более решительных и жестких шагов. Если он еще и Герасимову с Шойгу оставит, ну тогда их лояльность просто как утренний туман испарится. И это будет, знаете, что означать? Если в следующий раз восстание новое начнется, однозначно, потому что популярность Путина не растет на всех этих событиях. Если восстание в следующий раз поднимет какой-нибудь более популярный генерал, не такой, как Пригожина, которого в армии все не любят на самом деле, а поднимет, например, генерал Теплинский, которого поддерживают очень-очень многие. Все российские источники, когда говорят, а вот что за популярный генерал, есть какие-то боевые? Все говорят, вот есть такой генерал Теплинский, он десантник, он там хорошо себя показал там и там. И вообще отличный типа руководитель. Так вот, такой Теплинский скажет, все, меня это все достало, я иду на Москву. И знаете, в этом случае вот к Пригожину никто не присоединялся по пути его следования колонн. А к Теплинскому все присоединятся, все скажут, о, вот наконец-то решился, орел, молодец. И в этом случае Владимира Путина не спасет уже никакие коммунальщики, которые перекапывают шоссе, или не спасет никакая Чеченская гвардия, точнее Кадыровская гвардия, которая, как это тоже было объявлено, очень смешно, они не доехали до места столкновений с Пригожницами из-за того, что попали в пробку. То есть вот не умеют они объезжать пробки, как выяснилось. Ничего не спасет власть Владимира Путина, если хоть маломальский популярный генерал поднимет своих людей и пойдет с ними на Москву. В этом случае власть Владимира Путина закончится очень быстро и очень печально. Ну и последнее, что я хотел бы сказать на этот счет. Чем дальше, тем меньше у Владимира Путина, очевидно, будет ресурсов для поддержания и продолжения войны против Украины. И тем больше ему нужно будет ресурсов и времени, и внимания для удержания и поддержания своей власти. Например, сегодня начальник Росгвардии, это такая внутренняя армия для борьбы с оппозиционерами в России, начальник Росгвардии Виктор Золотов объявил, что его организация получит танки и другие тяжелые вооружения. И встанет с этими танками вокруг Москвы, будет защищать власть Владимира Путина от любых поползновений. Вопрос, где возьмут танки для Росгвардии? Где возьмут танкистов для Росгвардии? Там же нет танкистов своих. На фронте? Где же еще? На фронте, ну либо на заводах. Соответственно, если на заводах, то эти танки вместо фронта приедут под Москву и будут там под Москвой стоять. Соответственно, мы уже видим, что этот режим, извиняюсь, мятеж Пригожина, очень сильно помог украинской армии. Оттянул значительное количество сил, средств, ресурсов от фронта на защиту самого Владимира Путина. Кстати, появление специальной армии для защиты власти диктатора, это означает, что власть диктатора уже прям вот в серьезной, серьезной опасности. И что долго ей не осталось. Ну и самое последнее, что хочу сегодня сказать. Украинская армия переправилась на левый берег Днепра в районе Херсона и там уже ведет наступление, насколько я понимаю, на населенный пункт Олежки. И сейчас россияне отступают, у них там все как-то не слава богу. Почему? Потому что все их укрепления, все их минные поля во время недавнего наводнения были смыты. И они там остались в общем достаточно беззащитном положении. И сейчас, насколько я понимаю, это и дает возможность украинской армии быстро, относительно быстро, относительно успешно наступать. Также идет наступление на в районе Бахмута, охватывается этот город потихонечку. То есть на фронте, плюс логистика российских войск выносится очень активно. На фронте ситуация складывается достаточно благоприятно для украинской армии. Это не быстрый ловкий прорыв, как было в сентябре прошлого года Харьковской области. Но все равно движение есть, и движение достаточно уверенное и хорошее, внушающее оптимизм в будущем. На этой оптимистической ночи у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами силы. И пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Продолжение следует.